Так, я вам говорила, что здесь не позволяется парам проживание в месте без официального брака, но также ходить по улицам где-то познакомиться, или по делу, если хорошо проводить время, не считается хорошим тоном, то возникает вопрос, где же вообще люди могут познакомиться, чтобы еще и на будущем создать семьи. Но обычно, если, скажем так, самим везет, тогда чаще всего будет познакомиться в школах, либо в университетах, либо уже соседству знать друг друга уже с детства. Если так не везет, тогда обычно мама мальчика здесь в местах, которая берет тело в свои руки и начинает присмотреться к девочкам по кругу. Находит подходящийся калькопур, говорит им, смотри, тут у нас красивая девочка с хорошей семьей, с хорошим воспитанием, с хорошим образованием. Пойдем познакомимся. Берет много сладостей, идет в семье знакомиться. Молодых в одиночестве строго не оставляют, с одним глазом за ними присматривают, но если какая-то искра пробежала между ними, то, конечно, они продолжают общаться. Ну и если все хорошо, то через какое-то время опять же с ними собираются вместе и обсуждают число помовки и сумму, на которую же они должны купить золото для своей избранницы. Это так называемый калим или бику невесты. Во время помовки золото дарится невесте перед свидетелями, чтобы все были в курсе, что девочку просто так не отдали, что все традиции соблюдаются. Ну и дальше идет все к свадьбе. Все хорошо, если хорошо. А если вдруг что-то пошло не так, вопрос, что же делать с золотом? Ну тогда зависит все, с какой стороны идет разрыв отношений. Если со стороны жениха, тогда золото остается у невесты как компенсации. Если со стороны самой невесты, тогда все золото надо возвращать обратно с женихом, который уже должен себе искать тогда и другую невесту.